МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник в Страсбурге началась январская сессия ПАСЭ. Россия, отказавшись от участия в ней, не будет иметь право работать в ассамблее в течение всего года. Таковы правила ПАСЭ. Но несмотря на отсутствие официальной делегации из Москвы, повестка дня европарламентария впестрит российскими темами. Речь идет в том числе о расследовании убийства Бориса Немцова. За ходом дискуссии следил наш специальный корреспондент Александр Прокопенко. Должна ли парламентская ассамблея Совета Европы взять под контроль расследование убийства Бориса Немцова? Под таким названием у Дворца Европы прошли специальные слушания по делу убитого почти год назад российского оппозиционного политика. Отдельный зал ассамблеи. Почти все места заняты. Начались слушания с минуты молчания. Соратники Бориса Немцова и его дочь Жанна обратились к депутатам ПАСЭ с просьбой о международной поддержке. Речь идет в первую очередь о назначении специального докладчика парламентской ассамблеи по расследованию. Как считают близкие и друзья погибшего политика, нужен международный правовой механизм. Идея назначить специального докладчика с другой стороны, международного представителя, позволит провести более объективное расследование. Нужно проанализировать, что было сделано и что не было сделано. Слушания проходили без участия официальных представителей России. С апреля 2014 года российская делегация в ассамблеи находилась под санкциями из-за ситуации с Крымом. Ее членов лишили права голоса и возможности занимать руководящие должности. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что Россия отказывается от участия в январьской сессии ПАСЕ. Он объяснил это невозможностью ведения равноправного диалога. В Страсбурге решение Москвы восприняли с сожалением. Если ты говоришь с людьми, если ты встречаешься с ними, то можно найти решение. А если этих людей нет, то нет и решения. Российские темы будут подниматься в Страсбурге на этой неделе чуть ли не каждый день, исключительно в критичной тональности. Так, например, уже завтра, 26 января, депутаты парламентской ассамблеи обсудят резолюцию санкций против членов ПАСЕ. Речь, несомненно, пойдет и о России. В числе прочего обсуждать будут, как наказать депутатов ассамблеи, которые в прошлом году посетили Крым и Донбасс. Дело украинской летчицы Савченко и ограничение работы правозащитников в России. Как мы уже говорили, официальной российской делегации на сессии нет. Зато широко представлена оппозиция. С докладом выступил, в частности, Владимир Карамурза. В кулуарах сессии ПАСЕ он ответил на вопросы дочь вели. Мой первый вопрос. Вы приехали в ПАСЕ, в Страсбург. Почему именно в ПАСЕ? Вы делаете ставку на парламентскую ассамблею. В чем причина? Россия является полноправным членом Совета Европы. Россия – это европейская страна, и наши граждане имеют право на защиту со стороны институтов Совета Европы, институтов тех организаций, в которые мы входим. К сожалению, нынешняя официальная российская делегация в ПАСЕ не является продуктом свободного волеизъявления российских граждан, не является продуктом честных и свободных выборов. На самом деле, в том числе и наблюдатели от самой ПАСЕ неоднократно признавали выборы, которые проводятся в последние годы в нашей стране, в том числе и последние парламентские выборы декабря 2011 года, нечестными и несвободными. Поэтому вообще изначально было довольно странно видеть, как, собственно говоря, та же самая организация, которая заявила, что выборы были нечестными и не являются результатом свободного волеизъявления граждан, как та же самая организация при этом признавала почему-то полномочия делегации, которая является продуктом этих самых нечестных и несвободных выборов. Но, тем не менее, Российская Федерация, как государство, как общество, входит в Совет Европы, и поэтому здесь сейчас на сессии ПАСЕ, хотя и нету официальных представителей Федерального собрания России, которые, как известно, отказались сюда приезжать. Но здесь есть довольно большая группа представителей российско-демократической оппозиции, российского гражданского общества, вот ваш покорный слуга в том числе. Реально ли как-то изменить ситуацию? Ну, в практике ПАСЕ есть вот эта вот система подготовки докладов, назначения докладчиков по конкретным вопросам. Мы помним, например, что были докладчики ПАСЕ по делу ЮКОСа, был докладчик по делу Сергея Магнитского. Это если мы говорим только о российской громкой делах, да, также, соответственно, в отношении других стран, членов Совета Европы. Мы считаем, что недостаточно сегодня, к сожалению, невозможно верить в то, что официальные власти России, официальные следствия России сегодня способны действовать свободно от каких-либо политических ограничений. Именно поэтому мы убеждены, что вот этот внешний контроль, внешний надзор со стороны Совета Европы, он абсолютно необходим в данном случае. Опять же, повторюсь, это очень важно. Россия является полноправным членом Совета Европы. Россия – это европейская страна. Граждане России являются гражданами страны члена Совета Европы. И поэтому в данном случае абсолютно уместно ставить этот вопрос. Ну и, по сути, мне кажется, этот вопрос ставить очень важно, потому что мы видим, что на протяжении вот этого уже почти года, который прошел со дня гибели нашего товарища Бориса Немцова, российские власти всячески пытаются стереть его, его имя из общественной памяти. И мы видим ту огромную разницу в отношении российских граждан, российского общества, да, и в отношении нынешней официальной власти. Давайте вспомним, что через два дня после его гибели десятки тысяч людей прошлись по центру Москвы маршем памяти Бориса. Очередь людей, которые пришли проститься с ним, Сахаровский центр больше чем на километр растянулся по Садовому кольцу от Яуза до Курского вокзала. И до сих пор каждый день люди приходят на этот мост, приносят свечи, приносят цветы. Платные автодороги в России особой любви не снискали, особенно у дальнобойщиков. Без восторга они отнеслись к системе Платон, с помощью которой деньги стали брать и за пользование прежде бесплатными федеральными трассами. Многие грузоперевозчики говорят, что и так находятся на грани выживания, а тут еще дополнительные расходы. Страдают и водители, которые и так получают не очень много за свой нелегкий труд. С одним из них на маршрут вышла наш корреспондент Юлия Вишневецкая. Погрузка в Санкт-Петербурге. Андрей только вчера вернулся из дальнего рейса, а сегодня уже везет 20 тонн бананов в Якутск. Минус 18. Хорошо. Тепло. Андрей работает по найму в небольшой транспортной компании. Но рентабельность бизнеса падает. По словам перевозчиков, себестоимость проезда от Питера до Москвы больше 20 тысяч рублей. И это только расходы на топливо и зарплату водителей. Но платить больше клиенты не хотят. А ведь теперь на перевозчиков упали и расходы за использование федеральных трасс. Проезд по платной дороге в смету не включает практически никто. Сейчас вот интересно, хоть одна машина повернет направо на платную дорогу. Все на волочок пошли. Привет местные жители. Нереально завышенная цена. И все водители по рации говорят, ну господи, ну сделали бы 300, они бы больше заработали бы уже. Мы бы все там ездили. Да, затраты были, я согласен на эту дорогу. Ну так не за один же день, а купить ее хотим. Правильно? Андрей родом из Краснодарского края. Его работодатель в Питере. Но там ему удается бывать лишь наездами. Он практически живет в машине. Ночевки в гостинице работодатель не оплачивает. Андрей зарабатывает 50-70 тысяч в месяц. 4 рубля за километр. Этим летом от него ушла жена. Естественно, я ненадежный, потому что сегодня есть работа. А завтра ее нет. И бегай, ищи другую. Пока бегаешь, ищешь, конечно, деньги. Сбережений у меня никаких нет. По дороге Андрей заезжает в подмосковные Химки к своему другу Юрию, который протестует против нового налога на проезд по федеральным трассам и электронной системы «Флатон», предназначенный для учета этого налога. Вот эти, грубо говоря, деньги за дороги, якобы на дороги, которые они собирают, куда они пойдут? Им надо отчитаться за 40 миллиардов, вложенных в бюджет. А собираться будет 300-400-500 миллиардов. Куда остальные деньги пойдут? Тем более этот Росавтодор заявил уже в этом году дороги, вернее, в 2016 году, ну в этом, дороги строить никакие не будет. Юрий почти два месяца живет на стоянке в Химках и уже успел стать звездой YouTube. Его монолог о политике собрал на канале Deutsche Welle 160 тысяч просмотров. Андрею нужно ехать дальше, в Якутию. Впереди две недели пути и минус 44 градуса мороза. А после Якутска его, скорее всего, отправят в Читу или Владивосток. А Юра остается в Химках. На волне протеста дальнобойщики собираются создать свой профсоюз. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала видеозапись, на которой, как предполагается, запечатлены боевики, совершившие серию терактов в Париже 13 ноября. На записи террористы угрожают расправой странам, участвующим в борьбе против ЭГЭ. Тему продолжим в новостном обзоре. В ответ на видеозапись президент Франции Франсуа Ланд, находясь с визитом в Индии, заявил, что никакие угрозы не заставят его страну усомниться в необходимости борьбы с терроризмом. Ланд сообщил, что Франция будет и дальше наносить авиаудары по позициям боевиков в Сирии и Ираке. Между тем, Европол предупредил о возросшей угрозе крупномасштабных терактов в Европе. Полиции Германии удается регистрировать на границах лишь около 10% прибывающих в страну беженцев. Это утверждает председатель профсоюза полиции Райнер Вент. Он также считает, что заявление главы МВД ФРГ Томаса де Мизьера, будто отказ на въезд ежедневно получают от 100 до 200 беженцев, не соответствует действительности. В ходе коррупционного и допингового скандала Международная Федерация Легкой Атлетики, скорее всего, потеряет своего крупнейшего спонсора, компанию Adidas. По сообщениям СМИ, производитель спортивной обуви и одежды намерен разорвать спонсорский контракт за 4 года до его истечения. Общее число жертв снежного урагана Сноузила на востоке США достигло 25 человек. В 10 штатах был объявлен режим чрезвычайного положения. В то же время во многих регионах Восточной и Юго-Восточной Азии зарегистрированы аномальные холода. В Италии в разгаре Венецианский карнавал. В этом году организаторы подготовили более сотни мероприятий. Регата-гондол на Большом канале, театральные представления, концерты и выставки. Закончится Венецианский карнавал традиционно выбором самой красивой маски. А узнаем мы о том, кто станет победителем 9 февраля. ДВ Новости расскажут о развитии событий завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами.